Конец мая 2019 года, и так, что сделано на сегодняшний день. От момента последнего ролика была выполнена стяжка. Выбор стяжки был такой, либо это будет раствор товарный, либо самозамес, либо полусухая стяжка. Здесь все за и против, и найдя подходящую бригаду, я остановился на полусухой стяжки. Плюс ее в том, что она не садится. Когда высыхает раствор, она остается в том виде, в котором мы есть. Субтитры сделал DimaTorzok по прочности, ну, фактически не уступает. Более того, трещин никаких нет. Стяжка, можно сказать, идеальная, полностью готова под финишное покрытие. Как я и говорил ранее, пол будет подниматься. Пол поднимался, это было 19 сантиметров виска. Обязательно висок должен быть крупный. И сверху экскурдированный пенополистирол, 5 сантиметров. Сверху стяжка от 5 до 7 сантиметров. Толщу самой стяжки находятся трубы теплого пола. Обязательно нужно их все зафотографировать. На случай, если придется где-то толпить отверстие в полу. И не попасть в теплую, потому что будет проблематично потом разбирать очень большой участок и все это спаивать. Для трубчевого пола в основном все используют металлопластик. Я же использовал сшитый полиэтилен. Когда я его не видел, мне казалось, что это полиэтиленовая труба с шитой такими ниточками, похожая на садовый шланг. На самом деле нет, это толстая гвоздевая труба, повредить которую, хотя бы они фактически невозможно. Ну, только если механический гвоздек там еще чем-то. Как я понял, несколько позже металлопластик рекомендуют мастера из-за того, что у них просто нет спаичного аппарата, который паяет полиэтилен шитый. И все говорят, что металлопластик лучше, но это не так. На первый этаж площадью 86 квадратных метров ушло у меня 8 контуров теплого пола. Все от них заходят в шкаф через корректор. Сейчас полною занимаюсь котельной, докладывают на плитку. И будет стоять полер, котел Вайланд. Котел, к сожалению, не конденсационный. Это было бы лучше, но дороже как минимум на треть. А обычный конденсационный. Теперь финансовая часть вопроса. Сколько обошелся теплый пол и отопление? Сначала мы подняли пол песком и оттуда выложили его эксклюзии. Это обошлось порядка 25 тысяч рублей работа плюс материалы. Сама стяжка первого этажа и второго этажа вышли 100 тысяч. По поводу отопления запрашивал сметы я у четырех организаций. Точнее, это было две организации и двое частников. Организация, естественно, несколько дороже. Но инженерные системы, вещь сложная и очень желательно, чтобы была соответствующая гарантия в течение нескольких лет. Остановился я на организации, которая является официальным делеромом котловых пайлант. И получились вполне сносные деньги по сравнению с соседями остальными. Все отопление, работа плюс материалы обошлось чуть менее 400 тысяч рублей. Да, не дешево, но это отопление, это вопрос не дешевый был изначально. Ну и завершение всего были поставлены воротом. Воротом ворота в гараж, которые, я думал, будут очень теплыми, потому что выбирал по толщине самого материала. Промерзает не он, промерзает вот эти части. Вот эти направляющие, они металлические. С этой стороны никакого утепления нет. Если только самому колхозить, ну не очень это будет хорошо. Дорогие ворота отличаются от более дешевых, прежде всего толщиной металла направляющих. И вот этими вещами. Здесь в складочках вот этих панелей находятся уплотнители. У дешевых ворот это как спиненый пенопласт. У более дорогих это резинки. Соответственно резинки живут несколько дольше. Сами ворота обошлись 70 тысяч с копейками. Еще немного хотелось сказать о здоровье, которое потребуется на строительство дома. Несмотря на то, что такие тяжелые виды работ, как заритые стяжки, слава богу, она была частично организирована с помощью компрессора, специального оборудования, который смешивает раствор с сенент с песком. Остальные полосе работы приводится делать самому. На это уходит много времени, много денег и много здоровья. Немножко поговорю о диете. С утра выхожу сюда я работать, выпиваю чашку кофе и возвращаюсь часов в 5-6. И получается, что ем на ночь. Это вредно. Но если исключить из своего меню углеводы, картофель, мучные изделия, аперитивные злаки, самочувствие становится гораздо лучше. И ночью нагрузка на желудочно-кишечный тракт не такая большая, работается гораздо легче. Отличная диета, потому что с начала этого года я пробудел на 9 килограмм. Благодаря такому не совсем правильному, точнее совсем не правильному режиму питания, но тем не менее, злаки очень мне помогли. Это остыкление. Мне уже пробурили скважину, и об этом будет следующий ролик. Было это непросто, получилось не с первого раза, о всех сложностях и проблемах, с которыми я столкнулся, я расскажу в следующем ролике. Думаю, выйдет он на следующей неделе. Как я вывалил электричество, какие ошибки допустил при закладке самих закладных, при заливке фундамента, я расскажу в следующем ролике. А на сегодня все. Пока.